Потомок наемных солдат-кондотьеров Галиадца Мария Сфорца, правивший Миланом в середине 15 века, прославился как покровитель искусств и жестокий тиран. Настоящий человек эпохи Возрождения, он покровительствовал художником и философом, но в то же время увлекался пышными развлечениями, разорявшими город и безжалостно расправлялся с теми, кто вызывал его малейшее неудовольствие. Кондотьер, командир наемного военного отряда по имени Франческо Сфорца, в 1444 году стал главнокомандующим войском Милана, а спустя еще несколько лет сенат города передал ему герцогский титул. Он правил городом вполне успешно. Милан при нем поднимался и процветал, при этом в быту Сфорца оставался очень прост. Менять солдатские привычки ему не хотелось. Но вот сына он совсем не собирался воспитывать в строгости, и это принесло свои плоды, когда галиатца Мария Сфорца унаследовал титул отца. В марте 1466 года галиатца Мария вступил в свои права наследования. Несмотря на то, что ему было всего 22 года, новый герцог сразу же продемонстрировал твердость характера. Его мать, Бьянка Мария, первое время пыталась править вместо сына, но вспыльчивый и своенравный галиатца не терпел никаких посягательств на свою власть. Кончилось тем, что Бьянка Мария покинула Милан и вскоре умерла. А придворные твердо усвоили, если жизнь дорога, оперечить герцогу не стоит. Больше всего на свете галиатца Сфорца любил славу и роскошь и напоминал об этом при каждом удобном случае. Когда венецианцы напали на Флоренцию, союзницу Милана, юный герцог бросил все дела и отправился с отрядом на помощь. Капитант Федерико Урбинский, командовавший флорентийскими войсками, был очень рад пополнению, но совершенно не хотел доверять командованию неопытному, хотя и отличавшемуся незаурядной храбростью галиатца. В итоге миланского герцога отправили во Флоренцию под надуманным предлогом. А битва, довольно успешная для флорентийцев и миланцев, произошла в его отсутствии. Когда галиатца Мария узнал, что его фактически обманом отстранили от командования и лишили славы, полководца он пришел в ярость. На Федерико Урбинского, приехавшего через некоторое время в Милан, обрушился поток руганий и угроз. Галиатца заявил, что лишит головы наглеца, укравшего у него победу. Чтобы сохранить голову на плечах, капитану пришлось срочно бежать из Милана. О расточительности Галиатца Мария ходили легенды. Миланский двор считался одним из самых плестательных в Италии. А то и во всей Европе. Герцог осыпал ценными подарками всех знатных гостей, посещавших Милан. А когда сам наносил визиты в соседние города, ту же Флоренцию, то тратил там колоссальные суммы, лишь бы доказать, что он может себе ни в чем не отказывать. Надо сказать, что при всем этом Галиатца оказался вполне толковым правителем. И Милан при нем поначалу процветал не меньше, чем при его отце. Но в конце концов дикие траты стали сказываться на казне. В 1469 году был издан указ, по которому жители города должны были оплачивать мощение улицы своего кармана. А вскоре выросли и другие налоги, причем платить их должны были даже священники, ранее освобожденные от этого. Так как Галиатца Мария Сфорца жил в эпоху Ренессанса, то, разумеется, он интересовался искусством, покровительствовал художникам и ученым. Особенно он ценил музыкантов. Он вывез в Италию из Флоренции, из Фландрии лучших певцов и создал у себя при дворе хор. Содержание которого стоило около 5000 дукатов в год. Современники отмечали его острый ум и изысканную манеру изъясняться. Но при всем этом один из летописцев прямо писал. Сфорца жесточайший тиран. Любил развлекаться тем, что зарывал людей живыми в землю. Действительно известен как минимум один случай, когда прогнивавшегося его человека живым закоплотили в гробу и похоронили. Но это далеко не все жестокие расправы, которыми прославился Галиатца. Крестьянина, который поймал зайца в парке Павии, герцог заставил съесть свою добычу целиком вместе со шкурой, шерстью и потрохами. Несчастный браконьер от такой трапезы скончался. Взрыв гнева герцога мог вызвать любой пустяк. Рассказывают, что разозлившись на придворного Бродобрея за неловкость, Галиатца лично отхлестал его плетью по рукам. А потом, как ни в чем не бывало, приказал выбрить себя. Увидев однажды мужчину, слишком любезно разговарившего с одной из его любовниц, Галиатца, охваченный ревностью, обвинил того в подлоге письма и приказал отрубить преступнику руки. Неисполнение практически любого приказания грозило смертной кадине. Например, под страхом смерти нельзя было танцевать в доме герцога после часа ночи. А когда Галиатца вдруг вожелал расписать стены одной из комнат, то приказал приглашенному художнику сделать это за одну ночь, если тот не желает распрощаться с жизнью. Понимая, что шутки Сосфорца плохи, художник справился с заданием. За это он получил щедрую награду. Но каких усилий стоила живописцу та ночь, можно лишь догадываться. Помимо всего прочего, Галиатца был крайне распущен в отношении женщин. Новых любовниц он заводил постоянно, а надоевших дарил своим придворным. При этом тех дам, которые не хотели ответить герцогу взаимностью, он просто похищал и насиловал, даже если они относились к знатным миланским семьям. От гнева и жестоких прихотей герцога не могли защитить никакие титулы и звания. Один из миланских священников как-то заявил, что правление Галиатца Марии не продлится более 11 лет. Сфорца приказал схватить священника, заточить в тюрьму и уморить голодом. После этого герцог заявил, что раз этот человек не смог предсказать собственную смерть, то на его предсказание не стоит обращать внимания. Тогда он еще не знал, как ошибался. Ничего удивительного, что таким стилем жизни Сфорца нажил себе немало врагов среди миланской знати. К 1476 году против 32-летнего герцога сложился заговор. Во главе его встали три человека, у каждого из которых были свои причины желать смерти Галиатца Марии. Андреа Лампуньяни считал, что его незаконно лишили доходов от одного из монастырей. Карло Висконти желал отомстить за честь сестры, совращенной герцогом. А Джероломо Аль-Джиатте искренне был увлечен идеей свержения тирана и основания новой республики. По его мнению, со смертью Галиатца в Милане должен был начаться золотой век справедливости. К организации покушения подошли очень серьезно. Заговорщики внимательно изучили привычки герцога и спланировали, где удобнее всего будет напасть на него. Оружием возмездия были избраны кинжалы, чтобы в решающий момент рука не дрогнула. Трое сообщников встречались по ночам в одном из Миланских переулков и тренировались друг на друге, нанося удары кинжалами в ножнах. Покушение назначили на 26 декабря 1476 года. Для гарантии успеха трое заговорщиков привели с собой вооруженных наемников. По некоторым данным до 30 человек. Все произошло в церкви святого Стефана, куда герцог явился на мессу. Слуги Галиатца шли впереди, рассчитывая своему господину дорогу сквозь толку. Народу в церкви было много. Воспользовавшись этим моментом, Лампуньяни подобрался вплотную к своей жертве. Он опустился на одно колено, будто желая подать прошение, герцог замедлил шаг, глядя на него, и в тот же момент получил два удара кинжалом в живот, а затем в горло. Подобравшиеся сзади Висконти и Альджиати нанесли каждый еще по три удара. Сфорца упал на месте мертвым, а его свита бросилась на убийц. В возникшей свалке были убиты один из слуг герцога и Карла Висконти. Лампуньянти почти успел добежать до выхода из церкви, но запнувшись упал и тут же распростился с жизнью. Из троих заговорщиков бежать успел лишь Альджианти. Несколько дней он скрывался, наблюдая за тем, что происходит в городе. К его ужасу никто не спешил радоваться избавлению от тирана и строить новую республику. Более того, злодеями все считали убийц герцога, схваченных в церкви наемников, которые, воспользовавшись сумотокой, начали скрывать драгоценности с прихожанок. Четвертовали вечером, в день покушения. Альджианти поймали, когда он переодетым пытался покинуть город. Приговор суда был суров. Убийцу герцога запытали до смерти на городской площади. Перед смертью он кричал, мужайся, джеролома, память об этом сохранится надолго. Смерть жестока, но слава вечна. Статья подготовлена Виктором Баневым. Публикуется в журнале «Загадки истории» номер 13 за 2015 год.